Фестиваль Крепкий мир — это фестиваль лучших крепких напитков, и в том числе и премиальной лодки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 вот такие вещи. Баланс, в общем. Сегодня кое-что мы уже попробовали. Хочу сказать, вот для меня открытие это ром. Очень понравился. Также мы попробовали этот голубой джин. Очень интересный. Он еще более интересный, когда его делается с тоником. Потому что он синий сам по себе. А как вы добавляете в него лед и тоник, вдруг начинает состояться розовым. Дамы и господа, уважаемые друзья, мы начинаем сегодняшнее мероприятие. Заключительное мероприятие в рамках проведения фестиваля «Четвертый крепкий мир», который прошел 19 мая в Амберт-Лазе. По факту окончания 23 мая, через несколько дней, произошел конкурс по определению лучших напитков в своей категории. Номинации были такие. Авторские напитки. Вторая категория это многозерновые виски. Третья категория это ячменные виски. Четвертая категория это ромы. Пятая категория это коньяк бренди Арманьяк. И шестая категория это ликеры бренди настойки. Оценивала данные напитки серьезные жюри комиссии, в которые входили эксперты. Хочется поблагодарить конечно же гастропарк Челси, который нас сегодня приютил, который нас сегодня вкусно кормит и который нам помогает сегодня проводить это мероприятие. Как определялся напиток кто-то или иной в своей категории? В первую очередь это была слепая дегустация в отдельной комнате. Надо было оценить первое авторский напиток. Так как авторские напитки подразделяются в большом количестве и в основном это были домашние винокуры. Итак, оценивалось в авторских напитках именно понятие вкуса. Именно подходит под категорию индивидуального. Что это за напиток? Потому что каждый винокур делает что-то свое, уникальное. он хочет довести и дать людям понять насколько это вкусно. То есть это вкус определялся в первую очередь. В дальнейшем было все просто. Категория ячменной виски, категория многозерновой, категория ромы, категория коньяки, настойки битра и там все понятно. Там надо было понимание именно органолептические. То есть вкус, ароматика. По четырем категориям. Ароматика, вкус, послевкус и баланс. Потом определялся средний балл и соответственно выдавался на горах. Итак, значит, третье место получает полный пиар. Соответственно, почетная грамотная финалиста. Второе место получает также освещение в наших СМИ, также грамоту второго места и десять бесплатных приглашений от соответственно фестиваля. И первое место получает за позицию, за первую позицию бесплатное бесплатное участие стенда. Награждать будут наши уважаемые жюри Михаил Самарин, Виктор Буравкин и Игорь Чепкасов. Какие приятные лица. Итак, третье место в категории авторский напиток. Это морщовка. Поздравляю! Всем спасибо, рад, что напиток, который не является частью артизан дистилляции, призван высоким жюри как достойный. Прекрасный считай. Второе место в категории авторский напиток. О, это интересная штука. Синий жим перловская домашняя винокорня. Категорически поздравляю. Пулау! Спасибо организаторам. Кто следит за крепким миром, с каждым разом он все больше становится, все богаче. И вот этот первый фестиваль, это домашняя винокура, я думаю, будет продолжаться. И вы заметили, это все развивается. За развитием. Спасибо. Спасибо. Я третье место категории категории многозерновой виски. третье место категории многозерновой виски Анки Бэринстер Оригинал компания Арома. Мы очень рады для организации. Большое спасибо. Второе место категории многозерновой виски Аваджа Крейг Смолбатч компания ВИТ-21 Приятно получить награду за свои труды и труды нашей компании. Первое место категории многозерновой виски Дюорс 15-летний де Монар монарх компания Бакарди Рус Спасибо, друзья, для нас честь быть представленными на фестивале Кверки Мир Спасибо организаторам И как говорил Томми Дюор лучшая реклама любого товара это его качество что и подтвердилось в ходе слепой дегустации В категории виски есть все-таки бленда а есть односолодовые можно сказать это сердце блендов так что мы оцениваем сердце Третий Мир у нас получает компания Симпл Виски Глингаря 12-летний Поздравляем Уважаемые коллеги всегда приятно когда получаешь награду особенно от авторитетного жюри прекрасное начинание Крепкий Мир и желаю ему успеха и процветания Первое место заслуженно получает тайванский виски Ковалан Цолист компания ВИТ-21 Я очень рад что у нас появился такой бренд Итак, дорогие мои третье место категории Ром Багарди Аньеха 4 Хочу поблагодарить организаторов Крепкого Мира и конкурса в целом Второе место категории Ром German Series Spice Очень Spice Я бы сказал Отлично 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 Так Вручаю медаль Пару слов Я благодарю строителей этого чудесного фестиваля жюри за высокие оценки Субтитры 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 Огромное спасибо жюри за высокую оценку нашего замечательного продукта. Дамы и господа, мир коньяка велик, он многогранен, тонок, интересен. И мне очень приятно, что жюри так высоко оценило этот великолепный продукт. Первое место в категории брендикани Германии занял Айдор Айсё, компания Виль-21. Мне приятно на самом деле, что коньяк, который и так оценен и достойный во всем мире, его оценили наши жюри, оценили это правильно. И мне приятно получать еще одну награду. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Третье место в категории ликера, питера и настойки, ликер 43, компания Форд. Я могу сказать, что это наш дебют, в принципе, с крепким и алкоголем, потому что у нас торговая компания, и не так давно у нас появились ликеры Замора Групп, и мы очень гордимся, что наш дебют был удачен. В категории ликера, питера и настойки, компания Патротия с своим ликером Патротия. Компания называется, ну, небольшая поправочка, у нас Карлов, а бренд Татр Ти. Хочу поблагодарить организаторов за то, что они в рамках крепкого мира сделали такой конкурс. На мой взгляд, это правильный ход. Вас ждет большое будущее. Ликер Лиманчелло, компания Форд. Номинантом поздравления мы конкурс будем проводить два раза в год, по окончанию каждого фестиваля, а фестиваль идет шагом раз в полгода. Крепкий мир 4, к сожалению, закончился, но впереди. Следующий фестиваль мы анонсируем прямо сейчас. Фестиваль Крепкий мир 5 состоится 10 ноября 2018 года. Просим всех присутствующих забить в своих календарях и ждать этого знаменательного события. Нам приятно объединять всех вас в одном едином пространстве. Не для того, чтобы мы неправильно воспринимали алкоголь. Наоборот, чтобы мы правильно его воспринимали, мы понимали, мы разбирались вместе с вами. Ну а наши замечательные компании, наши замечательные участники в этом нам в первую очередь помогают. Спасибо всем участникам и победителям в том числе. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова